С вами Анна Прокорова. Добрый вечер. Причина всего происходящего на Украине – результат непрофессиональных действий США. Владимир Путин в преддверии своего визита в Италию дал большое интервью итальянской карьеры для Сера. Говорили о многих важнейших сегодняшних темах, ну и, конечно, о ситуации на Украине. Президент подчеркнул, что у Москвы не понимают, с какой целью было необходимо доводить положение в этой стране до кризиса. Зачем это все сделали? Я не понимаю никак. Я спрашиваю многих своих, в том числе европейских коллег и американских коллег, ситуация вышла под контроль. Знаете, что я хочу сказать и вам, и вашим читателям? 21 февраля прошлого года было подписано соглашение между президентом Януковичем и оппозицией о том, как жить дальше, как выстраивать политическую жизнь в стране и о необходимости проведения досрочных выборов. И нужно было добиваться исполнения этого соглашения. Тем более, что под этим соглашением в качестве гарантов его соблюдения подписались три министра иностранных дел европейских стран. А если коллег наших использовали в качестве статистов и на самом деле не руководили ситуацией, а реально в поле, что называется, ситуацией руководил там, не знаю, посол или резидент ЦРУ США, то тогда они должны были сказать, вы знаете что, мы о переворотах не договаривались и мы вас поддерживать не будем. Идите на выборы. То же самое касается и американских наших партнеров. Допустим, и у них ситуация вышла из-под контроля. Но если бы американцы и европейцы сказали тем, кто совершает такие антиконституционные действия, мы вас не будем поддерживать ни при каких обстоятельствах, если вы таким образом будете повредить к власти, идите на выборы и побеждайте. И у них стопроцентный, кстати говоря, был шанс победить. А все об этом знают. Ситуация развивалась бы совершенно иначе. Совершенно иначе. Так что я считаю, что и причина этого кризиса совершенно рукотворная. И это результат непрофессиональных действий со стороны наших партнеров. И сопровождение этого процесса абсолютно неприемлемое. И хочу еще раз подчеркнуть, это совершенно не наш выбор. Мы к этому не стремились. И вынуждены просто реагировать были на то, что происходит. Крымский сценарий В те несколько дней, что прошли между интервью президента Путина и итальянцем. И сегодняшним днем ситуация на юго-востоке Украины резко изменилась. С 3 июня на Донбассе возобновились бои. По данным ополчения, Киев стягивает к линии соприкосновения точки У и ураганы. Правда, до сих пор не ясно. Тяжелейшие по потерям бои за Марьинку. Это начало нового витка войны или очередное обострение перед очередным саммитом в Европе. То, что обострение в любом случае рукотворное и при идейной и моральной поддержке Запада, не сомневается Александр Огородников. Все 4 месяца перемирия на Донбассе стреляли. Каждый день десятки случаев нарушения режима прекращения огня. В украинском генштабе часто оправдывались, мол, минские соглашения не соблюдают добровольческие батальоны. Но в середине этой недели Киев официально признал, тяжелое вооружение переведено из тыла на передовую, якобы, чтобы отбить удар армии ДНР. Правда, у военных экспертов такое объяснение вызвало, мягко говоря, недоверие. Штурмовать оборонительные укрепления без артподготовки и танков – самоубийство. Признание пленного украинского солдата Романа Мащенко все ставит на свои места. Украинские войска в полпятого утра начали артерпстрел, потом подтянили технику и началось наступление на позиции ДНР. Наша задача подразделения была захватить впереди стоящие посты. Артиллерийская атака украинских силовиков растянулась почти по всей линии соприкосновения. Она стала самой мощной, начиная с февраля, и самой кровавой. Убитые и раненые есть с обеих сторон. Снова большие жертвы среди мирного населения. Под огнем десятки населенных пунктов. Военные аналитики не сомневаются. Штурм тщательно спланирован. ВСУ пытается взять горловку, чтобы вбить клин между ДНР и ЛНР, сломив единый фронт сопротивления. Самая горячая точка противостояния Маренко тоже выбрана украинскими силовиками не случайно. Рядом Донецк. Плюс шанс взять в окружение большое скопление сил ополчения. Впрочем, попытка провалилась. По данным штаба армии ДНР, только в среду противник потерял 400 человек убитыми. В Киеве этого, разумеется, не признают, но Порошенко подтверждает. ВСУ в Маренке действовали по его приказу. При этом условия перемирия нарушены не были. Мы все договоренности по Минску, все обязательства, которые взяла на себя Украина, четко выполняем. И даже перед тем, как использовать оружие в Маренке, сообщили ОБСЕ и сообщили партнерам. И также сделали пресс-конференцию. Вышли на СЦКК и только после этого подтянули оружие к участку Маренки. В российском же МИДе оценку происходящему в Маренке дали в соответствии с реальностью. Минские договоренности оказались под угрозой срыва. Самое главное это видеть всю картину и отдавать себе отчет в том, что, наверное, те, кто пытается обострять военную ситуацию на линии соприкосновения, кто бы это ни был, вольно или невольно преследуют цель не дать двигаться вперед по всем другим ключевым, прежде всего политическим, экономическим и гуманитарным аспектам выполнения минских договоренностей. Эксперты уверены, резкое обострение ситуации на Донбассе – ничто иное, как провокация, осуществленная Киевом. Момент выбран отнюдь не случайно. Как раз в преддверии саммита Большой Семерки, где ее участники только планируют обсудить новые санкции против России. Украина здесь выполняет ту послушную роль, которая ей отведена в Соединенными Штатами Америки, роль провокатора. Цель и задача – спровоцировать конфликт и попытаться, может быть, вызвать некую силовую реакцию со стороны России, что только и нужно США. Провокация накануне большой встречи мировых лидеров – ход далеко не новый. Резкое увеличение количества обстрелов в территории Новороссии фиксировали, например, в преддверии саммита Восточного партнерства ЕС. И, разумеется, приглашенный на него Порошенко представлял это как доказательство российской агрессии. Получилось неубедительно. Куда более обоснованными оказываются заявления лидеров ДНР о готовящейся атаке украинских силовиков. Разведка ополчения предупреждала давно. В течение прошедших недель мы практически ежедневно говорили о стягивании Киевом тяжелой артиллерии и бронетехники к линии соприкосновения. Озвучивали конкретно населенные пункты и количество расположенных там в нарушении минских договоренностей, украинских вооруженных, вооружений и военной техники. Предупреждали о формировании Киевом большого количества диверсионных подразделений и подготовке масштабной провокации с целью обвинения ДНР в срывы минских договоренностей. За этими словами факты. Пока Порошенко заявляет о 9 тысячах, никому кроме него невидимых российских военных, по Донецку, Горловке, Маренке бьют вполне различимые украинские танки и гаубицы. На этот раз одними обстрелами дело, возможно, не ограничится. Эксперты сходятся во мнении. Назначение губернатором Одесской области Саакашвиля продиктовано желанием Киева расширить зону конфликта. Знаменитый грузинский миротворец вполне годится, чтобы его руками превратить Приднестровье в еще одну точку напряженности. С помощью друзей Украины председатель комитета, начальников штабов вооруженных сил США Мартин Дэмпси свои военные фантазии переложил во вполне конкретный план действий. Администрация Обама рассматривает целый ряд агрессивных ответных мер. В частности, речь идет о размещении ракет наземного базирования в Европе, с помощью которых можно нанести упреждающий удар, уничтожив российские вооружения. Американцы и повод для ударов нашли. Якобы Россия не выполняет двусторонний договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанной еще в 1987-м. К 91-му стороны обязались его выполнить. До 2001-го проводили взаимные инспекции. И вот сейчас, спустя 14 лет, у США, оказывается, есть претензии. Правда, аргументации нет. На Смоленской площади не раз заявляли о готовности провести совместные консультации, но получали отказ. Ничего удивительного, считают эксперты, ведь у штатов абсолютно другие задачи. Абсолютно точно и четко надо сказать, что США готовят Европу к войне с Россией. Решение по развертыванию американских ракетных систем в Европе, движение военной инфраструктуры, альянса к нашим границам, появление подразделений американских сил, специальных операций, которые предназначены для действия в условиях либо непосредственно перед началом боевых действий, либо с началом войны. Все это лучшие индикаторы, которые говорят о том, что США готовят новую войну. Причем войну, в которую окажутся втянуты даже страны, сейчас выступающие против антироссийских санкций. Замысел пентагоновских стратегов предполагает развитие оборонительных систем, упреждающих контрсиловой удар и, наконец, ядерный удар по промышленным центрам противника. Эти ракеты, которые будут размещаться на территории Европы, американские, они крылатые ракеты. Они будут нести как обычный, так и ядерный заряд. Это означает, что Европа может стать театром просто войны обычной, а театром ядерной войны. Расчет Пентагона в этом случае понятен. Спокойно отсидеться на другом континенте. Только этот план не учитывает всего одной, но очень существенной детали. Мы в ответ на ракетно-ядерную агрессию с участием американцев будем действовать так, как это предписано. Соответственно, для того, чтобы баланс в любом случае был выровнен. У нас есть все возможности для соответствующего удара возмездия, в том числе и в ядерном варианте. Те, кто в Пентагоне сегодня вынашивают вновь планы ракетно-ядерного шантажа против Российской Федерации, не должны об этом забывать. Если уж не о войне, то как минимум о неизбежном разладе между Западом и Россией, говорят специалисты Британского Королевского Института Международных Отношений. В докладе Четман-Хаус нынешнюю ситуацию считают серьезным вызовом, реагировать на который следует усиление блока НАТО. Но это лишь мнение европейских политологов. А вот официальный Вашингтон, считают эксперты, подошел к красной черте. Пока только на словах, но уже максимально близко. Александр Огородников, Екатерина Симонович, Александр Марченко, Андрей Костров в центре событий. Редкие случаи, но мнения официального Вашингтона и официального Лондона неожиданно разошлись. И это, наверное, одно из самых неожиданных событий этих выходных, причем для всех. Дело в том, что Великобритания фактически назвала президента Украины, ну, скажем так, фантазером. Форин офис считает, что Порошенко придумал угрозу вторжения России на Украину, в то время как британский МИД не видит, цитирую главу МИДа Филиппа Хаммада, явных свидетельств, что предсказания об атаке со стороны России или сепаратистов неизбежны. Есть лишь некоторые вызывающие беспокойства свидетельства усиления активности сепаратистов, поддерживаемых Россией. Конец цитаты. Вы смотрите программу в центре событий. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы никогда не относились к Европе, как к любовнице. Мы всегда предлагали серьезные отношения. И это снова цитата из большого интервью президента Путина итальянским журналистам. Естественно, что в преддверии визита в Италию глава России говорит о наших взаимоотношениях с Европой. Отношениях сложных и, увы, строящихся чаще в логике противостояния, а не на философии сотрудничества. У меня сейчас такое впечатление, что Европа старалась строить с нами отношения на материальной основе, причем исключительно в свою пользу. Здесь и третий энергетический пакет известный, и недопуск наших товаров в области атомной энергетики на европейский рынок, несмотря на все договоренности. Здесь нежелание признать законность наших действий и нежелание сотрудничать с интеграционными объединениями на постсоветском пространстве, я имею в виду таможенный союз, который мы создали, который сейчас перерос в Евразийский экономический союз. Потому что, смотрите, странно, когда Европа интегрируется, и это нормально, а если мы на постсоветском пространстве делаем то же самое. Пытаются это объяснить стремлением России к воссозданию какой-то империи. Ну, почему такие подходы, непонятно. Россия же ни с кем не говорит в конфликтном тоне. Все, что мы делаем, лишь отвечаем на угрозы, которые возникают в наш адрес. Причем мы делаем это в совершенно ограниченном объеме и масштабе, но таком, который гарантированно обеспечил бы безопасность нашей страны. Что касается опасений каких-то стран по поводу возможных агрессивных действий России, я думаю, что только нездоровый человек и то во сне может себе представить, что Россия вдруг нападет на НАТО. А в некоторых странах просто, мне кажется, спекулирует на страхах в отношении России. Некоторые хотят играть роль таких прифронтовых стран, которым за это нужно чем-то дополнительно помогать или в военном плане, или в экономическом, по финансовому, какому угодно другому. Поэтому поддерживать эту идею бессмысленно. Под ней нет никаких оснований. Но кто-то может быть заинтересован в том, чтобы поддерживать такие страхи.